Антология чтений Слов Всемогущего Бога Познай новейшую работу Бога и следуй за поступью Божьей. Так вот, вы должны стремиться к тому, чтобы стать людьми Божьими, должны приступить к всецелому вступлению на правильный путь. Быть людьми Божьими означает войти в период Царства. Сегодня вы полноправно начинаете совершать вхождение в обучение Царства, и ваша жизнь в будущем должна перестать быть нерадивой и небрежной, какой она была прежде. С помощью подобной жизни невозможно добиться стандартов, требуемых Богом. Если ты не ощущаешь никакой настоятельной необходимости, то это свидетельствует о том, что у тебя нет желания совершенствоваться, что твое стремление сумбурно и беспорядочно, а сам ты не способен исполнять Божью волю. Совершить вхождение в обучение Царства означает начать вести жизнь людей Божьих. Готов ли ты согласиться с таким обучением? Готов ли ты почувствовать ощущение безотлагательности? Готов ли ты жить в подчинении дисциплине Божьей? Готов ли ты жить в соответствии с обличением Божьим? Когда на тебя сойдут слова Божьи и подвергнут тебя испытанию, как ты поступишь? И что ты будешь делать, сталкиваясь с самыми разными событиями? В прошлом ты был сосредоточен не на жизни. В настоящем ты должен совершить вхождение в реальность жизни и стремиться к изменениям в характере своей жизни. Это то, чего людям Царства необходимо достичь. У всех тех, кто является людьми Божьими, должна быть жизнь. Они должны принять обучение Царства, должны стремиться к изменениям в характере своей жизни. Это то, чего требует Бог от людей Царства. Божьи требования к людям Царства выглядят следующим образом. 1. Они должны принимать Божьи поручения. Иными словами, они должны признавать все слова, произнесенные в процессе Божьего труда периода последних дней. 2. Они должны совершить вхождение в обучение Царства. 3. Они должны стремиться к тому, чтобы Бог коснулся их сердец. Когда твое сердце полностью обращено к Богу, когда у тебя нормальная духовная жизнь, ты будешь жить в Царстве Свободы, что означает, что ты будешь жить под защитой Божьей любви, пользуясь ее заботой. Только живя под защитой Бога и на Его попечении, ты будешь принадлежать Богу. 4. Они должны быть обретены Богом. 5. Они должны стать воплощением Божьей славы на земле. Эти пять пунктов являются моими для вас поручениями. Мои слова обращены к людям Божьим, и если ты не готов согласиться с этими поручениями, я не стану тебя заставлять. Но если ты искренне согласишься с ними, в таком случае ты сможешь выполнить Божью волю. Сегодня вы приступаете к тому, чтобы признать Божьи поручения и стремиться стать людьми Царства, чтобы добиться тех стандартов, которые требуются для того, чтобы быть людьми Царства. Это первый шаг вхождения. Если ты желаешь выполнить Божью волю полностью, тогда ты должен согласиться с этими пятью поручениями. И если ты способен успешно их выполнить, ты будешь по сердцу Божьему. И Бог непременно сделает так, чтобы от тебя была большая польза. Что на сегодняшний день имеет критически важное значение, так это вхождение в обучение Царства. Вхождение в обучение Царства затрагивает духовную жизнь. Ранее речь о духовной жизни не шла. Но сегодня, в то время, как ты приступаешь ко вхождению в обучение Царства, ты полноправно входишь в духовную жизнь. Что представляет собой духовная жизнь? Духовная жизнь – это такая жизнь, в которой твое сердце полностью обращено к Богу и способно со вниманием относиться к Божьей любви. Это та жизнь, в процессе которой ты живешь в словах Божьих, и ничто иное не занимает твое сердце. Ты способен на сегодняшний момент постичь волю Бога и ведом нынче светом Святого Духа, чтобы исполнить свой долг. Такая жизнь между человеком и Богом и есть духовная жизнь. Если ты не способен следовать за светом сегодняшнего дня, в таком случае в твоих отношениях с Богом появилась дистанция. Возможно даже, что эти отношения разорваны и нормальной духовной жизни у тебя нет. Нормальные отношения с Богом строятся на основании признания Божьих слов. Есть ли у тебя нормальная духовная жизнь? Есть ли у тебя нормальные отношения с Богом? Являешься ли ты тем, кто следует за работой Святого Духа? Если ты способен нынче следовать за светом Святого Духа и можешь постичь Божью волю, содержащуюся в Его словах, если можешь совершить вхождение в эти слова, тогда ты тот, кто следует потоку работы Святого Духа. Если ты не следуешь потоку работы Святого Духа, тогда ты, несомненно, тот, кто к истине не стремится. Святой Дух не имеет возможности работать в тех людях, у которых нет желания совершенствовать себя. И в результате такие люди абсолютно не способны мобилизовать свои силы и постоянно пассивны. Если говорить о сегодняшнем дне, следуешь ли ты потоку работы Святого Духа? Находишься ли ты в рамках потока деятельности Святого Духа? Вышел ли ты из пассивного состояния? Все те, кто верит в слова Бога, кто воспринимает Божий труд Бога как фундамент и следует нынче за советом Святого Духа, все они находятся в потоке непрерывной работы Святого Духа. Если ты веришь, что Божьи слова однозначно истинны и правильны, и если ты доверяешь словам Божьим, что бы он ни говорил, в таком случае ты тот, кто стремится ко вхождению в труд Божий и, действуя таким образом, ты исполняешь Божью волю. Чтобы совершить вхождение в поток непрерывной работы Святого Духа, у тебя должны быть нормальные отношения с Богом, и ты должен первонаперво избавиться от своего пассивного состояния. Некоторые люди постоянно следуют за большинством, и их сердца слишком сильно отбились от Бога. У таких людей нет желания совершенствовать себя, и те стандарты, к которым они стремятся, это стандарты слишком низкого уровня. Только стремление любить Бога, только стремление к тому, чтобы быть обретенным Богом, соответствует Божьей воле. Существуют люди, которые для того, чтобы воздать должное Божьей любви, используют лишь свою совесть, но для Божьей воли этого недостаточно. Чем выше те стандарты, к которым ты стремишься, тем больше ты соответствуешь Божьей воле. Когда вы являетесь тем, кто нормален, тем, кто стремится к любви к Богу, вхождение в Царство с целью стать одним из людей Божьих, это ваше реальное будущее и жизнь, имеющая величайшую ценность и значимость. Более вас не благословен никто. А почему я так говорю? Это связано с тем, что те, кто не верят в Бога, живут ради плоти, живут ради сатаны. Но вы нынче живете ради Бога, живете ради того, чтобы выполнить волю Божью. Вот почему я говорю, что ваша жизнь имеет величайшую значимость. Только данная группа людей, только люди, избранные Богом, способны жить жизнью величайшей значимости. Больше никто на земле не способен жить жизнью, имеющей такую ценность и смысл. Благодаря тому, что вы были избраны и вознесены Богом, более того, благодаря Божьей любви к вам, вы постигли истинную жизнь и знаете, как жить жизнью, которая имеет величайшую ценность. И дело не в том, что у вас неплохое стремление. Это происходит в связи с благодатью Божьей. Именно Бог открыл глаза вашего Духа, и именно Дух Божий коснулся вашего сердца, даруя вам счастливый случай предстать пред Его лицом. Если бы Дух Божий не просветил тебя, в таком случае ты был бы не способен увидеть то, что в Боге прекрасно, и любовь к Богу была бы для тебя невозможной. То, что твое сердце обратилось к Богу, целиком и полностью заслуга Духа Божьего, коснувшегося твоего сердца. Иногда, когда ты наслаждаешься словами Божьими, твой Дух становится взволнованным, и ты чувствуешь, что не можешь не любить Бога, что внутри тебя есть великая сила, и что нет ничего такого, от чего ты не смог бы отказаться. Если ты испытываешь такие чувства, значит, Дух Божий коснулся тебя, и твое сердце полностью обратилось к Богу. И ты помолишься Богу и скажешь, «О Боже, мы поистине были предопределены и избраны Тобой. Твоя слава заставляет меня гордиться. Возможность быть одним из Твоих людей дает мне восхитительное ощущение. Я все потрачу и все отдам ради того, чтобы выполнить Твою волю. И посвящу Тебе все свои годы и все свои усилия». Когда ты так молишься, в Твоем сердце появится бесконечная любовь и истинное послушание Богу. Был ли у тебя когда-нибудь подобный опыт переживаний? Если люди часто испытывают прикосновение Духа Божьего, тогда они вдвойне готовы посвятить себя Богу в своих молитвах и говорят, «О Боже, я желаю узреть Твой день славы и желаю жить ради Тебя. Ничто не имеет большей ценности или большего смысла, нежели жизнь ради Тебя, и у меня нет ни малейшего желания жить ради сатаны и плоти. Ты возносишь меня, наделяя меня способностью жить сегодня ради Тебя. Помолившись так, ты почувствуешь, что не можешь не отдать свое сердце Богу, что ты должен обрести Бога и что мысль умереть, не обретя Бога, пока ты жив, была бы Тебе ненавистна. После произнесения такой молитвы внутри Тебя появится неистощимая сила, а откуда она берется, тебе будет неведомо. Внутри Тебя появится безграничная мощь, и у Тебя появится замечательное чувство того, что Бог прекрасен и что Он достоин любви. Это именно тот момент, когда Бог коснется Тебя. Все те, у кого был такой опыт, пережили прикосновение Бога. Что касается тех, кого часто касается Бог, в их жизни происходят изменения. Они способны принять собственное решение, и все цело готовы обрести Бога. Любовь к Богу в их сердцах сильнее, их сердца полностью обращены к Богу. Они не обращают внимания на семью, мир, трудности или свое будущее. Они готовы посвятить все свои усилия Богу. Все те, кого коснулся Дух Божий, это люди, которые стремятся к истине. Это те, у кого есть надежда на то, что Бог их усовершенствует. Обратился ли ты своим сердцем к Богу? Коснулся ли Дух Божий твоего сердца? Если у тебя никогда не было подобных переживаний, и если ты никогда так не молился, то это свидетельствует о том, что в твоем сердце места для Бога нет. Все те, кого ведет Дух Божий и кого Дух Божий коснулся, обладают работой Бога, что свидетельствует о том, что в них вселились Божьи слова и Божья любовь. Некоторые люди говорят, «Я не столь усерден в своих молитвах, как ты, и Бог так меня не касается. Иногда, когда я предаюсь размышлениям и молюсь, я чувствую, что Бог прекрасен, и мое сердце чувствует прикосновение Бога. Нет ничего важнее человеческого сердца. Когда твое сердце обращается к Богу, все твое естество обратится к Богу, и в этот момент твоего сердца коснется Дух Божий». У большинства из вас были такие переживания, но, очевидно, глубина переживания у всех вас разная. Некоторые люди говорят, «Я немногословен в молитве, я просто слушаю общение других, и внутри меня нарастает сила». Это свидетельствует о том, что ты внутренне пережил прикосновение Бога. Люди, пережившие внутри себя прикосновение Бога, вдохновляются, когда слышат общение других. Если сердце человека остается абсолютно бесстрастным, когда он слышит вдохновляющие слова, значит, это доказательство того, что внутри таких людей работы Святого Духа нет. Внутри таких людей нет страстного желания, что является доказательством того, что у них нет решимости, а значит, у них нет работы Святого Духа. Если Бог коснулся человека, у такого человека будет какая-то реакция, когда он слышит слова Божьи, если Бог его не коснулся, в таком случае он со словами Божьими в контакт не вступил, они не имеют к нему никакого отношения, и он не способен к обретению просвещения. Те, кто услышал слова Бога и никак не отреагировал, это люди, которых Бог не коснулся, люди, в которых нет работы Святого Духа, тех же, кто способен принять Новый Свет, всех их Бог коснулся, и они обладают работой Святого Духа. Оцени себя. Один. Находишься ли ты в эпицентре текущей работы Святого Духа? Два. Обратилось ли твое сердце к Богу? Коснулся ли тебя Бог? Три. Укоренились ли в тебе слова Божьи? Четыре. Построена ли твоя практика на фундаменте Божьих требований? Пять. Живешь ли ты под водительством текущего света Святого Духа? Шесть. Управляют ли твоим сердцем прежние представления? Или оно руководствуется сегодня словами Божьими? Какова реакция внутри вас, когда вы слышите эти слова? Веруя в Бога на протяжении всех этих лет, обрел ли ты Божьи слова в качестве своей жизни? Произошли ли какие-то изменения в твоем прежде порочном характере? Знаешь ли ты, руководствуясь сегодня словами Божьими? Что значит обладать жизнью и что значит не иметь жизни? Ясно ли это вам? Принципиально важное значение в следовании за Богом состоит в том, что все сегодня должно соответствовать словам Божьим. Стремишься ли ты к вхождению в жизнь или к исполнению Божьей воли? Все сегодня должно быть сосредоточено вокруг Божьих слов. Если то, чем ты делишься и к чему стремишься, не сосредоточено сегодня вокруг слов Бога, в таком случае слова Божьи тебе не знакомы. Тогда ты полностью лишен работы Святого Духа. Что нужно Богу, так это люди, которые пойдут по Его следам. Независимо от того, насколько замечательно и безупречно все то, что ты понял прежде, Богу это не нужно. И если ты не способен отказаться от подобных вещей, в таком случае они станут огромным препятствием для твоего вхождения в будущем. Благословенны все те, кто способен следовать за текущим светом Святого Духа. Люди прошлых периодов также следовали за Божьей поступью, однако они оказались не в состоянии следовать вплоть до сегодняшнего дня. Это благословение людей периода последних дней. Те, кто способен руководствоваться текущей работой Святого Духа, те, кто способен следовать за поступью Божьей, благодаря чему они следуют за Богом, куда бы Он их ни повел, это люди, которых Бог благословил. Те, кто не руководствуются текущей работой Святого Духа, не совершили вхождения в работу Божьих слов, и независимо от того, сколь много они трудятся, или насколько велики их страдания, независимо от того, насколько они суетятся, все это не имеет никакого значения для Бога, и Он таких людей не одобрит. Сегодня все те, кто следует современным словам Божьим, находятся в потоке непрерывной работы Святого Духа, а те, кому сегодня слова Бога незнакомы, находятся вне потока работы Святого Духа, и таких людей Бог не одобряет. Служение, не связанное с современными словами Святого Духа, это служение, являющееся частью плоти, частью представлений, и оно не способно соответствовать Божьей воле. Если люди живут среди религиозных представлений, то они не способны сделать что-либо, что соответствует Божьей воле, и даже если они служат Богу, они служат на фоне своих фантазий и представлений, и абсолютно не способны к тому, чтобы служить в соответствии с волей Божьей. Те, кто не способен руководствоваться работой Святого Духа, не понимают Божьей воли, а те, кто не понимает Божьей воли, не могут служить Богу. Богу нужно служение, которое ему по сердцу. Ему не нужно служение, которое является частью представлений, частью плоти. Если люди не способны следовать за поступью работы Святого Духа, в таком случае они живут среди представлений, и служение таких людей мешает и вредит. Такое служение идет вразрез с Богом, а значит, те, кто не способен следовать за Божьей поступью, не способны служить Богу. Те, кто не способен следовать за поступью Бога, вне всякого сомнения противостоят Богу и не способны быть совместимыми с Богом. Руководствоваться работой Святого Духа означает понимать Божью волю в настоящий момент времени, способность действовать в соответствии с современными требованиями Бога, способность оказывать послушание и следовать за Богом нашего времени, а также совершение вхождения в соответствии с новейшими словами Бога. Только такого человека можно назвать тем, кто руководствуется работой Святого Духа и находится в потоке непрерывной работы Святого Духа. Такие люди способны не только обрести Божью похвалу и увидеть Бога, но могут также познать Божий характер на основании актуальной работы Бога и могут познать представление и противление человека, а также человеческую природу и сущность, исходя из современного труда Божьего. Более того, в процессе своего служения они способны постепенно добиться изменений в своем характере. Только такие люди являются теми, кто способен обрести Бога, теми, кто на самом деле нашел истинный путь. Те, кто отсеян работой Святого Духа, это люди, не способные руководствоваться актуальной работой Бога, это те, кто восстает против современного Божьего труда. То, что такие люди открыто противостоят Богу, связаны с тем, что Бог совершил новый труд, а также с тем, что образ Бога не соответствует их представлениям, в результате чего они открыто противостоят Богу и критикуют Его, что приводит к отвращению и неприятию их со стороны Бога. Овладение знанием о современном Божьем труде дело непростое, но если люди способны целенаправленно оказывать послушание Божьему труду и искать труд Божий, в таком случае у них будет шанс увидеть Бога, тогда у них будет шанс обрести новейшее водительство Святого Духа. Те, кто намеренно противостоит Божьему труду, не могут обрести просвещение от Святого Духа или Божье водительство. Таким образом, могут люди обрести современный труд Божий или нет, зависит от благодати Божьей, зависит от их стремления, зависит от их помыслов. Благословенны все те, кто способен оказывать послушание современным словам Святого Духа. Неважно, какими они были прежде или как Святой Дух раньше работал в них, наиболее благословенны те, кто обрел труд наших дней. Те же, кто сегодня не способен руководствоваться современным трудом, отсеиваются. Богу нужны те, кто способен принять новый свет. Ему нужны те, кто принимает и знает его современный труд. Почему говорится, что нужно быть целомудренным и непорочным? Целомудренные и непорочные способны стремиться к работе Святого Духа и понимать новое. Более того, они способны отвергнуть прежние представления, способны в наши дни оказывать послушание Божьему труду. Данная группа людей, тех, кто принимает новейшую работу сегодняшнего дня, была предопределена Богом на заре веков, и это самые благословенные люди. Вы напрямую слышите Божий голос и созерцаете облик Бога, и поэтому ни на небе, ни на земле, на протяжении всех веков не было людей более благословенных, чем вы, данная группа людей. И все это благодаря Божьему труду, благодаря Божьему предопределению и отбору, благодаря Божьей благодати. Если бы Бог не высказал, не произнес своих слов, было бы ваше положение дел таким же, как сегодня. Таким образом, да пребудет с Богом вся слава и хвала, ибо все это только благодаря тому, что Бог возносит вас. Принимая этого внимания, разве можешь ты оставаться по-прежнему пассивным? Неужели возможно, чтобы твоя сила все-таки оказалась неспособной проявиться? То, что ты способен принять суд, обличение, поражение и переплавку со стороны Божьих слов? Более того, то, что ты способен согласиться с Божьими поручениями, было предопределено Богом в начале времен, и поэтому тебе не следует слишком сокрушаться, когда тебя обличают. Никто не может отнять той работы, что была проделана в вас, и тех благословений, что были внутренне дарованы вам. И никто не может отнять всего того, что было вам дано. Религиозные люди не выдерживают никакого сравнения с вами. Вы не обладаете экспертными познаниями Библии и не имеете в своем арсенале религиозной теории, но в силу того, что Бог поработал внутри вас, вы обрели больше, чем кто-либо на протяжении веков, и потому это ваше величайшее благословение. По этой причине вы должны быть верными Богу еще больше и должны быть еще более преданными Ему. Поскольку Бог возносит тебя, ты должен приложить еще больше усилий и должен подготовить свое духовное состояние к тому, чтобы взять на себя Божьи поручения. Ты должен устоять на том месте, которое дал тебе Бог, должен стремиться стать одним из людей Божьих, принять обучение Царства, стать обретенным Богом и, наконец, стать славным свидетелем Бога. Какие из этих решений ты уже принял? Если ты уже принял подобные решения, тогда в конечном счете ты непременно будешь обретен Богом и станешь славным Его свидетелем. Ты должен понимать, что главное поручение это быть обретенным Богом и стать славным свидетелем Бога. Такова воля Божья. Слова Святого Духа сегодня это движущая сила работы Святого Духа, А постоянное просвещение человека Святым Духом на протяжении этого периода это тенденция работы Святого Духа. А какова тенденция работы Святого Духа сегодня? Это водительство людей с тем, чтобы сегодня привести их к Божьему труду и к нормальной духовной жизни. Существует несколько этапов вступления в нормальную духовную жизнь. Один. Во-первых, ты должен посвятить свое сердце словам Божьим. Ты не должен стремиться к Божьим словам прошлого и не должен изучать их или сравнивать их со словами сегодняшнего дня. Вместо этого ты должен полностью посвятить свое сердце Божьим словам настоящего времени. Если есть такие люди, которые по-прежнему желают читать слова Божьи, духовные книги или какие-то другие записи проповедей прошлого, которые не следуют словам Святого Духа сегодня, в таком случае они самые глупые из людей, и Бог таких людей презирает. Если ты готов принять свет Святого Духа сегодня, тогда полностью посвяти сегодня свое сердце словам Божьим. Это первое, чего ты должен добиться. Два. Ты должен сегодня молиться на основании слов, сказанных Богом, совершить вхождение в слова Божьи и общаться с Богом, и принять свои решения перед лицом Бога, устанавливая те стандарты, к реализации которых ты будешь стремиться. Три. Ты должен стремиться к глубокому вхождению в истину на основании работы Святого Духа сегодня, не придерживаяся устаревших слов и теорий из прошлого. Четыре. Ты должен стремиться к тому, чтобы тебя коснулся Святой Дух, должен совершать вхождение в слова Божьи. Пять. Ты должен стремиться встать на тот путь, которым сегодня идет Святой Дух. А как ты стремишься к тому, чтобы тебя коснулся Святой Дух? Что имеет решающее значение, так это жизнь в современных Божьих словах и молитва на фундаменте Божьих требований? Если молиться таким образом, то Святой Дух непременно коснется тебя. Если твое устремление не строится на фундаменте слов, сказанных Богом в настоящем, то все это бесплодно. Ты должен молиться и говорить «О Боже, я противлюсь Тебе, а я должен Тебе столь много, я такой непокорный и совершенно не могу угодить Тебе. О Боже, я стремлюсь к тому, чтобы Ты спас меня, я желаю служить Тебе до самого конца и хочу умереть ради Тебя. Ты судишь меня и обличаешь, и я не жалуюсь, я противлюсь Тебе и заслуживаю смерти, чтобы все люди могли узреть Твой праведный характер в моей смерти. Когда ты от всего сердца молишься таким образом, Бог услышит тебя и направит тебя. Если ты не молишься в настоящее время на основании слов Святого Духа, в таком случае у Святого Духа нет возможности коснуться тебя. Если ты молишься в соответствии с Божьей волей и в соответствии с тем, что Бог желает совершить сегодня, ты скажешь «О Боже, я желаю взять на себя Твои поручения и быть верным Твоим поручениям, и я готов посвятить всю свою жизнь Твоей славе, чтобы все, что я делаю, могло достичь стандартов людей Божьих. Пусть сердце мое ощутит Твое прикосновение. Я желаю, чтобы Твой Дух всегда просвещал меня, чтобы все, что я делаю, посрамляла сатану, чтобы я в конечном счете был обретен Тобой. Если ты будешь молиться таким образом, сосредоточившись на воле Божьей, тогда Святой Дух неизбежно будет работать в тебе. Не имеет значения, сколько слов в твоей молитве. Ключевой момент заключается в том, постигаешь ты волю Бога или нет. У всех вас, возможно, было следующее переживание. Иногда во время молитвы на собрании ход работы Святого Духа достигает своей кульминации, вызывая у всех присутствующих прилив сил. Некоторые люди горько рыдают и плачут, в то время как молятся, охваченные раскаянием перед лицом Бога, а некоторые люди демонстрируют свою решимость и дают обеты. Таков тот результат, который достигается работой Святого Духа. На сегодняшний день принципиально решающее значение имеет то, чтобы все люди полностью посвятили свои сердца словам Бога. Не сосредотачивайся на словах, которые были сказаны прежде, если ты по-прежнему держишься за то, что происходило раньше, в таком случае Святой Дух не будет работать в тебе. Ты понимаешь, насколько это важно. Знаете ли вы тот путь, которым сегодня идет Святой Дух? Несколько пунктов, приведенных выше, это то, что должно быть осуществлено Святым Духом в настоящее время и в будущем. Это тот путь, который выбрал Святой Дух и то вхождение, к которому должен стремиться человек. В процессе своего вхождения в жизнь ты по меньшей мере должен посвятить свое сердце словам Божьим, должен быть в состоянии принять суд и обличение Божьих слов. Твое сердце должно жаждать Бога, ты должен стремиться к глубокому вхождению в истину и к тем целям, которых требует Бог. Когда ты обладаешь такой силой, тогда это свидетельствует о том, что Бог коснулся тебя и твое сердце начало обращаться к Богу. Первый шаг вхождения в жизнь полностью посвятить свое сердце словам Божьим, а второй шаг принять прикосновение Святого Духа. Какой результат должен быть достигнут путем принятия прикосновения Святого Духа? Способность стремиться к поиску и исследованию более глубокой истины, а также способность содействовать Богу позитивным образом действий. На сегодняшний день ты содействуешь Богу. Иными словами, для твоего стремления, твоих молитв и твоего приобщения к Божьим словам есть некая цель, и ты исполняешь свои обязанности в соответствии с Божьими требованиями. Только это можно считать содействием Богу. Если ты говоришь только о том, чтобы дать Богу возможность действовать, но сам не предпринимаешь никаких действий, не молишься и не ищешь, то разве можно это назвать содействием? Если в тебе нет никакого содействия, и ты лишен обучения вхождению, у которого есть цель, в этом случае ты не содействуешь. Некоторые люди говорят, все зависит от предопределения Божьего, все делается самим Богом. Если этого не сделал Бог, то разве возможно это человеку? Божий труд нормален, он ни в малейшей степени не является сверхъестественным, и Святой Дух работает исключительно при помощи твоих активных исканий, ибо Бог не принуждает человека. Ты должен дать Богу возможность работать, и если ты не стремишься и не совершаешь вхождения, если в твоем сердце нет ни малейшего желания, в таком случае у Бога нет шанса поработать. Каким путем ты можешь стремиться к тому, чтобы Бог коснулся тебя? Путем молитвы и приближения к Богу. Но самое главное помни, это должно происходить на основании тех слов, что были сказаны Богом. Когда Бог часто касается тебя, плоть тебя уже не порабощает. Муж, жена, дети и деньги, никто не способен сковать тебя, и ты желаешь лишь стремиться к истине и жить перед лицом Бога. На этом этапе ты станешь тем, кто живет в Царстве Свободы. Глава Глава Субтитры создавал DimaTorzok